3 февраля 2021 года. Мы находимся в мужском монастыре, который расположен по соседству со знаменитым монастырем Дживари. До Дживари километра три отсюда, максимум четыре. На общих холмах расположены эти монастыри. И оттуда, и отсюда великолепный вид, но он абсолютно разный. Сейчас, в данный момент, будет прямо по курсу Обездная дорога, Овчальское шоссе, следующее, на дальнем плане Тбилисское море, маленькая лужица смотрится. Естественно, Кура, район Дегоми, Дыдыдыгоми. Глядя на все это спокойное великолепие природы, даже не верится, что всего лишь в нескольких километрах внизу творится настоящее мракобесие под названием коронавирус и ограничения, связанные с ним. Смотришь на всю эту красоту, которую Бог подарил Грузии, и понимаешь, что ничего же не изменилось. Все как было совершенно красиво, так и осталось. Но на людей маски одели, которые хуже собачьих намордников смотрятся. По домам загнали, запугали. Здесь, с этой горы, под этим теплым февральским нежным солнцем, все это кажется каким-то бредом, кошмарным сном, который, ну, просто должен закончиться. Как-то сами с собой всплыли слова песни Высоцкого. Вроде все как вчера, только он не вернулся из боя. Вот я смотрю сейчас на всю эту красоту и понимаю, вроде все как вчера и как позавчера. Только жизнь, та, которая была вчера-позавчера, уже не вернется. Как будто в бою побывала. И это очень четко осознаешь. Господу обратиться, что ли? Практически все монастыри в Грузии расположены на возвышенностях и в энергетически очень благоприятных местах. Такие места недаром называют святыни. И когда находишься в таком месте, как-то полностью изменяется и сознание, и мировосприятие. Наступает полное умиротворение. И если в этот момент есть возможность смотреть сверху вниз на город, то жизнь городская становится похожа на какую-то бессмысленную муравьиную возню. Полную бестолковой суеты. И находясь в таком месте, это очень четко осознаешь и ощущаешь. Но как только спускаешься в город, ты уже не чувствуешь вот этой вот бессмысленности городской жизни. Как будто вот попал в какое-то зазеркалье и продолжаешь жить как всегда. Мы сейчас еще и в Дживари заехали. Рядышком, почему бы не побывать. И тут такое запустение. Практически людей нет. Такого давным-давно не было. Тут же всегда было столпотворение. И сразу на память приходит картина из 90-х, когда Грузию покинули все. И тут было такое же запустение. Уже просто и забылось в памяти то время. А самое главное, то зрелище полного запустения. Ну вот, по щелчку пальца его восстановили. Время, я имею ввиду, 90-х. Впервые оказался на мосту пешеходном через Арагви, которая впадает в Амцхэта в Куру. Именно в том месте. Мы сейчас находимся в самом Амцхэта. В парке, в Амцхэтском парке. Сейчас зима, он голый. А летом тут было очень зелено. И это Арагви. Сейчас в Дживари монастырь будет виден. С этого ракурса прекрасно виден монастырь Дживари. Метров через 500, если даже не через 300, Арагви в Куру впадет.